Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием баскетбольный мяч. Впускается компания Фанксин. Бывает три разных цвета, но собираются они все одинаково. Выполнена в форме шара, может кататься как мячик. В моем случае все элементы оранжевые, а рисунок выполнен черной краской. По форме линии можно понять, что сделано это вручную. По старению мяч является модификацией стандартного кубика Рубика 3 на 3, но из-за того, что есть много одинаковых элементов, собирается гораздо проще. Если вы умеете собирать классический кубик Рубика, то и мячик собрать сможете. В этом видео я подробно покажу процесс сборки и вы сможете собрать баскетбольный мяч, даже если это первая шарнирная головоломка в вашей жизни. Прежде чем перемешивать, внимательно посмотрим на мяч. Рисунок это то, на что мы будем ориентироваться. Здесь есть вот такие вот черные фигуры, в которых сходятся черные линии. Таких фигур две. Они расположены как раз на центрах головоломки. У стандартного кубика Рубика 6 центров, так как у кубика 6 граней. И все центры одноцветные. Находятся они естественно в центре каждой грани. Так как мы знаем, что вот эти вот черные элементы расположены на центрах, а значит мы уже знаем, где расположены два из шести центров. Не трудно будет найти остальные. Если это вверх, а это низ, то между ними вот здесь будет еще один центр. Ну и остальные также расположены по бокам. Они очень похожи на другие элементы. Но если мы обратим внимание, вокруг чего вращаются грани, повращаем переднюю, то видим, что вот этот элемент поворачивается на месте, но никуда не перемещается. А это главный признак центра. Получается два центра с черными фигурками и еще четыре по бокам. Рядом есть похожий элемент. Вот это центр, а вот это ребро. Но центр более квадратный, а ребро более вытянутое. Кубики Рубика ребра двухцветные, по четыре штуки на каждом слое. Раз, два, три, четыре. Соответственно на мячике все должно быть так же. Вот центр, допустим, верхней грани. Рядом ребро, еще ребро, еще и еще. Все четыре ребра одинаковые. На противоположной грани также центр и вот четыре ребра. Ну и на среднем слое между центрами располагаются ребра. Вот квадратный центр, вот квадратный, а вот это ребро. Таких здесь тоже четыре. Все одинаковые на каждом слое. Ну и оставшиеся элементы это углы. На кубике Рубика они трехцветные, находятся на вершинах фигуры. Здесь же углы выполнены в виде вот таких вот треугольничков. Их по четыре. Сверху и снизу всего восемь на весь мячик. Все восемь углов одинаковые. И это сильно упрощает сборку. Теперь перемешаем. Мы видим, что при перемешивании форма мячика не меняется, но нарушается рисунок. И наша цель будет именно рисунок и собрать. Хорошо перемешать мячик здесь сложно, так как много одинаковых элементов и они время от времени становятся на свои места. Ну допустим, мы перемешали. Вот рисунок испортился. Давайте начинать сборку. Первым делом нужно около вот такой фигуры расположить четыре ребра. Вот такое положение правильное. Рисунок совпадает. То есть вот эта полоска должна совпадать с полоской вот этой фигуры. Ребра четырехугольные. Уголки треугольные. Пока они нам не нужны. Располагаем фигуру сверху и просто подкручиваем на эти места ребра, в которых полосочка совпадает по рисунку. То есть полоска должна быть вдоль элемента. Вот правильное ребро и вот правильное ребро. Нужно еще два. Видим здесь, ребро по рисунку не совпадает. Вращаем грань. Опять не совпадает. Еще вращаем. Снова не совпадает. Вращаем дальше. Вот какое-то совпало. Таких ребер здесь восемь. Поэтому рано или поздно вам какое-то попадется. Раз, два, три. Стоят на местах. Идем дальше. Вот здесь вот ребро неправильное. Вращаем эту грань. Опять неправильно. Вращаем еще. Теперь правильно. Все хорошо. Первые четыре ребра стоят на своих местах. В очень редких случаях может случиться такое, что вы будете вращать вот эту правую грань, чтобы найти нужное ребро. А его здесь не окажется. Опять не подходит. Не подходит. Не подходит. Не подходит. Если четыре раза не подошло, то дальше крутить смысла нет. И значит нужно что-то поменять. Просто получится, что вот на этой грани есть как раз все четыре ненужных ребра. Это бывает очень редко. Решается очень просто. Если все четыре неправильных ребра на вот этой правой грани, то нужно просто добавить туда правильное ребро. Где его взять? Да просто на нижней грани. Вот это низ. Вот эту грань мы вращали. Значит, просто отсюда ребро переместим сюда. Теперь получается, что у нас на правой грани появилось новое ребро. Можем просто повращать и оно встанет на свое место. На первом этапе мы должны вокруг вот этой черной фигуры собрать четыре ребра, так чтобы рисунок совпадал. Но это не все. Надо чтобы не только вот здесь совпадал рисунок, но еще и здесь. То есть вот эта линия должна быть непрерывной. Но здесь боковой центр развернут. Чтобы собирать дальше, мы головоломку перевернем. Вот здесь мы собрали вот такой вот крест. Располагаем его теперь вниз. Перехватываем мячик на 180 градусов. И смотрим теперь рисунок. Вот ребро, которое мы ставили, оно здесь с центром совпадает. Достаточно только с этим элементом. Здесь хорошо. Смотрим дальше. Здесь тоже совпадает. Дальше. Здесь не совпадает. Тут вертикально, тут горизонтально. Дальше. Тут тоже не совпадает. Там, где рисунок не совпадает, нужно вот этот центр развернуть. Как это делается? Мы переднюю грань, вот эту, вращаем на 180 градусов, так чтобы нижнее вот это ребро поднялось вот сюда наверх. Подняли. Теперь отводим в сторону, допустим, в левую. И центр разворачиваем. Просто он горизонтально. Ставим его вертикально. После этого ребро, которое мы отводили, ставим на место. Можно его ставить, можно использовать любое, какое здесь рядом есть. Главное, чтобы рисунок совпадал. И возвращаем все обратно. Вот у нас теперь все совпадает. Часто бывает так, что над центром уже какое-то ребро хорошее есть. Его можно поставить вместо того, что было. Можно этим пользоваться. Смотрим дальше. Здесь все хорошо. Вот здесь нужно развернуть. Опять. Вот это ребро. Поднимаем наверх. На 180 градусов. Отводим в сторону. Разворачиваем центр. Ставим его вертикально. Возвращаем наше ребро. Вот теперь рисунок совпадает. Ставим все на место. Проверяем. Вот фигура, с которой мы начали. Здесь полоска совпала. А здесь полоска совпала. Здесь совпала. И здесь совпала. Это мы собрали крест первого слоя. Дальше нужно собрать еще уголки. Располагаем крест снизу. И вот на эти места будем ставить углы. Правильное положение выглядит вот так. То есть опять линия совпадает с фигурой. Как бы является продолжением. Один угол стоит правильно. Этот неправильно. Этот правильно. И этот неправильно. То есть получается два правильных, два неправильных. Могут и все стоять правильно. Может и ни один правильно не стоять. Чтобы разворачивать эти уголки, нам потребуется алгоритм из кубика рубика под названием пиф-паф. Покажу его на кубике рубика. Здесь всего четыре хода. Сначала мы поворачиваем правую грань от себя, после чего верхнюю грань по часовой стрелке. И возвращаем движение. Теперь правую грань на себя и верхнюю грань против часовой стрелки. Вот эти четыре хода называются пиф-паф. Повторим правую грань от себя, вверх по часовой. Правую грань на себя, вверх против часовой. И таких пиф-пафов может потребоваться сделать несколько. В зависимости от того, в каком положении уголок. Возвращаемся к мячику. Вот наш собранный крест. Вот такой уголок правильный. Следующий уголок неправильный. Поскольку все уголки одинаковые, над нашим всегда стоит еще один такой же. Мы будем делать пиф-пафы до тех пор, пока либо этот не развернется правильно, либо на его место не встанет верхний в нужной ориентации. Как это выглядит? Размещаем неправильный уголок справа на передней грани. Вот передняя грань. Он справа, снизу. Здесь крест. То есть в таком положении, вот здесь неправильный уголок. Начинаем делать пиф-паф. Поднимаем правую грань, верхняя, по часовой. Опускаем правую грань, верхняя, против часовой. Смотрим, что получилось. Уголок все равно стоит криво. Делаем еще пиф-паф. Правую поднимаем, вверх, по часовой. Правую опускаем, вверх, против часовой. Каждый ход поворачивает грань на 90 градусов. Смотрим. Все еще не так. Делаем еще пиф-паф. Правую поднимаем, вверх, по часовой. Правую опускаем, вверх, против часовой. Смотрим. Все хорошо. Иногда может потребоваться только один пиф-паф, иногда больше. Вот сейчас потребовалось три. Смотрим дальше. Вот еще один уголок неправильный. Крест, который мы собрали. Располагаем его опять справа спереди и делаем пиф-паф. Поднимаем, поворачиваем вверх, опускаем, возвращаем вверх, обратно. Смотрим. Плохо. Делаем еще. Поднимаем, поворачиваем вверх, опускаем вверх, обратно. Смотрим. Хорошо. Хватило двух пиф-пафов. Но минимум потребуется один. Больше пяти быть не должно. Смотрим, что получилось. Вот центр, с которого мы начинали. И видим, что первый слой уже весь по рисунку совпадает. Опускаем крест вниз и смотрим на средний слой. Второй уровень мячика. Здесь вот линия горизонтальная. Рисунок портит. Это центр. Это ребро. Все хорошо. Центр. Квадратик. Ребро горизонтально. Центр. Ребро вертикально. Получается, что у нас ребро стоит хорошо. Второе плохо. Третье хорошо. И четвертое плохо. На самом деле, ребро стоит не плохо, а просто это не то ребро. Это ребро с верхнего слоя. Потому что линия здесь вдоль элемента. Должна быть линия поперек. Как вот здесь. Вот он продолговатый элемент, а линия поперек. А значит, нужно найти на верхнем слое элемент, который должен стоять здесь, и поставить сюда, при этом не разрушив того, что собрано. Как обнаружить на верхнем слое тот элемент, который нужен? Давайте посмотрим. Вот элемент по рисунку с центром совпадает. Он явно должен здесь стоять, а не быть на втором слое. То есть этот элемент нам не подходит. Так же как и с углом, мы будем ребро располагать справа, но на втором слое. Вот центр перед нами, а ребро справа. И отсюда сюда мы будем переставлять верхнее ребро. Но это не то. Вращаем верхнюю грань. Видим, что здесь линия горизонтальная, идет поперек элемента. То есть если вот здесь рисунок не совпадает, то значит это ребро со второго слоя. А значит отсюда нужно его переставить вот сюда. Здесь алгоритм чуть подлиннее, поэтому я вновь покажу его на кубике Рубика. Ситуация вот такая. Это ребро нужно переставить вот сюда. Можно делать и зеркально, но для мячка достаточно только одной позиции. Отсюда переставляем сюда направо. Сначала ребро отводим налево. Потом поднимаем место, где оно должно стоять. Возвращаем верхнюю грань. Возвращаем правую грань. Получаем вот такую композицию, которую называют парой. Ее отводим вот сюда вот назад. Верхнюю грань против часовой стрелки. Потом переднюю грань поворачиваем против часовой стрелки. Вставляем композицию под названием пара. И опускаем переднюю грань на место. Делаем то же самое на мячике. Вот это ребро нужно поставить вот сюда. Перед нами центр. Отводим сначала ребро влево, вращая вверх против часовой стрелки. После чего поднимаем правую грань от себя. Возвращаем вверх. Возвращаем правую грань. Получаем вот такую конструкцию, которая тоже похожа на какую-то пару. Отодвигаем ее назад, вращая верхнюю грань против часовой стрелки. Далее, переднюю грань вокруг вот этого центра поворачиваем против часовой стрелки. Вставляем сюда пару. Вот она. И ставим переднюю грань на место, вращая по часовой стрелке. Смотрим, что получилось. Вот это ребро отсюда перешло сюда. И рисунок теперь совпадает. Важно, чтобы совпадал рисунок первого слоя со вторым. С третьим пока может не совпадать. Смотрим еще. Вот здесь также неправильное ребро. Располагаем его справа. Перед нами центр. Вот здесь рисунок ребра совпадает с центром. Значит, оно нам не подойдет. Вращаем верхний слой. Здесь такой же. Не подходит. Вращаем еще. Вот теперь уже горизонтально. И рисунок не совпадает. Значит, делаем те же самые движения, чтобы переставить вот это ребро сюда. Сначала отводим влево верхнюю грань по часовой стрелке. Потом правую грань поднимаем от себя. Возвращаем верхнюю. Возвращаем правую. Получилась пара. Ее отводим назад. Переднюю грань поворачиваем против часовой стрелки. Возвращаем верхнюю грань движением по часовой стрелке. И возвращаем переднюю грань тоже по часовой стрелке. Проверяем первые два слоя. Все собрано. Ребра верхнего слоя сразу встанут на свои места, поэтому их не разворачивать, не переставлять не придется. Но они все одинаковые и симметричные. Уголки тоже все одинаковые. Но они могут разворачиваться на своих местах. Поэтому где-то рисунок совпадает, а где-то рисунок не совпадает. И не совпадать рисунок может на двух углах, на трех, либо на четырех. Все эти случаи решаются одинаково при помощи пиф-пафов, которые мы использовали на первом слое. В нашей ситуации нужно развернуть два угла. Один вот этот, другой вот этот. Остальные два стоят хорошо. На кубике рубика это равносильно вот такой ситуации. Верхняя грань здесь желтая, и два вот этих угла нужно развернуть. Для этого мы верхнюю грань располагаем слева. И смотрим на вот этот уголок. Его нужно развернуть. Из такого положения делаем два пиф-пафа. Правая от себя, вверх по часовой. Правая на себя, вверх против часовой. Еще раз. Сделали два пиф-пафа. После чего смотрим, правильно ли развернулся вот этот уголок. Он получается задний, левый, верхний. Видим, что цвета не совпадают. Вот, давайте сделаем еще два пиф-пафа. Один. Второй. Видим, что уголок развернулся правильно. Далее, не перехватывая головоломку, мы вращаем только левую грань. До тех пор, пока на это место не встанет другой неправильно развернутый угол. Поворачиваем. Здесь угол развернут правильно. Поворачиваем в следующий раз. Здесь нужно делать пиф-пафы, так как желтый цвет не совпадает. Делаем два пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим, уголок развернулся. Главное, не перехватывать головоломку до того, как все уголки развернутся. Вращать только левую грань. Сейчас тут верхняя грань ориентирована правильно. Сделаем то же самое на баскетбольном мяче. Вот у нас верхний слой. И вот раз уголок неправильно повернут. И вот другой уголок тоже повернут неправильно. Вот этот верхний слой располагаем слева. И в таком положении дальше держим мячик. Смотрим на вот этот угол. Конечно, угол у мяча название условное. Но я беру обозначение из кубика рубика. Вот этот элемент, треугольный, он получается сзади, слева, сверху. Смотрим, по рисунку он совпадает. То есть он развернут правильно. Вращаем левую грань, пока на то место не встанет следующий уголок. Вот он. Рисунок не совпадает. Делаем два пиф-пафа. Мяч не перехватываем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Правая часть может перемешиваться, пусть это вас не пугает. Смотрим на элемент, который мы разворачивали. Он по рисунку с центром совпадает. Здесь не важно. Главное, чтобы вот с этим левым центром. По рисунку совпадает. Значит хорошо. На его место подворачиваем следующий уголок. Он тоже с центром совпадает. Вращаем дальше. Здесь уже рисунок неправильный. Делаем еще два пиф-пафа. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим, что получилось. Вот на этот элемент. Рисунок не совпадает. Значит, делаем еще два. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Смотрим, что получилось. Все красиво. Остальные углы все развернуты правильно. И правая часть вернулась в красивый вид. В итоге баскетбольный мяч собран. На последнем слое разворачивать может потребоваться два, три или четыре угла. Каждый раз мы просто делаем два пиф-пафа и смотрим, совпадает ли рисунок. Если не совпадает, то делаем еще два. Если совпадает, то подворачиваем следующий угол и процедуру повторяем. Также может случиться такое, что при сборке среднего слоя верхний соберется сам. Такой момент называется скип. Это значит повезло и собирать дальше не нужно. Покажу пример сборки для закрепления. Допустим, вот такое у нас перемешанное состояние. И вокруг вот этого черного символа начинаем собирать крест. Для этого просто вращаем правый ураль до тех пор, пока здесь рисунок не начнет совпадать. Вращаем, сразу совпало. Хорошо, перехватываем. Здесь не совпадает. Вращаем, сразу совпало. Так бывает чаще всего. Здесь не совпадает. Вращаем, совпало. Ну и здесь что-то осталось. Вращаем, не совпало. Вращаем еще, совпало. Получается вот 4 ребра подошли по рисунку к центру Перехватываем крестом вниз Смотрим на боковые центры Здесь рисунок совпадает Здесь рисунок не совпадает Разворачиваем переднюю грань на 180 градусов Отводим ребро в сторону И разворачиваем центр на 90 градусов Так, чтобы полоска стала вертикальна После чего возвращаем ребро Можно было оставить вот это Оно точно такое же Рисунок теперь совпадает Поэтому нужно всю конструкцию вернуть вниз Для этого возвращаем переднюю гранью на 180 градусов наши элементы Смотрим дальше Здесь опять рисунок не совпадает Поднимаем нижнее ребро Отводим в сторону Поворачиваем центр Возвращаем ребро И ставим на место Следующий совпадает Совпадает, совпадает, совпадает Все четыре центра по рисунку совпадают с крестом Этот этап можно оптимизировать Если ребра сразу ставить к центру вот этому вот так Чтобы здесь рисунок совпадал Но это немного сложнее Попробуйте это сделать самостоятельно Так сборка будет немного быстрее Но это делать не обязательно Собираем дальше углы Смотрим здесь Уголок по рисунку не совпадает Начинаем делать пиф-пафы Перед нами центр Нужный уголок справа Делаем один пиф-паф Проверяем Не совпало Еще один пиф-паф Проверяем Форма совпала Переходим к следующему Здесь все хорошо Следующий Здесь хорошо Еще один Нужно развернуть Располагаем центр перед собой Неправильный угол справа Делаем пиф-паф Один Смотрим Мало Еще один Проверяем Мало Еще один Уже сделали три пиф-пафа Но этого недостаточно Делаем следующий Ну, четырех хватило Проверяем Первый слой Собран Хорошо Что же нас ожидает На втором слое Здесь сразу Неправильное ребро Здесь правильное Правильное И неправильное Два ребра Нужно заменить Находим сверху Ребро Которое по рисунку Не совпадает Где Полоска Горизонтальна И нехитрым алгоритмом Перемечаем это ребро Вот сюда Отводим В сторону Справа Поднимаем Возвращаем Возвращаем Вот эту пару Отводим Назад Поднимаем Передней гранью Вставляем сюда Пару И ставим Переднюю грань На место Стало лучше Дальше Дальше Вот это ребро Тоже нужно заменить Вот это не подойдет Так как рисунок Совпадает Вращаем Тоже Вращаем дальше А вот это подойдет Рисунок Не совпадает Значит отсюда Переставим Сюда Тем же алгоритмом Отводим Влево Справа Поднимаем Возвращаем Возвращаем Верхнюю грань Против Часовой стрелки Переднюю Тоже Против Ну и Два движения Обратно Верх По часовой Перед По часовой Два слоя Собраны Смотрим На третий Угол Некрасивый Еще один Еще один А один Нормальный Получается Три угла Нужно Развернуть Верхний центр Располагаем Слева И смотрим На уголок Который Находится Вот здесь Слева Сверху Сзади Он Некрасивый По рисунку Не совпадает Поэтому делаем Два пиф-пафа Один пиф-паф Второй пиф-паф Не совпало Делаем Еще два Один пиф-паф Второй пиф-паф Рисунок Совпал Не с этим Центром А с этим С черной фигурой Здесь полоски Совпадают Хорошо Мячик Не перехватываем Вращаем Левую грань Здесь Следующий угол Тоже по рисунку Не совпадает Делаем Также два Пиф-пафа И смотрим Один пиф-паф Второй пиф-паф Проверяем Рисунок Не совпадает Еще два Один Второй Рисунок Совпал Подворачиваем Следующий угол Тоже Полосочка Стоит криво Делаем Еще два Пиф-пафа Один Два Проверяем Не совпадает Еще два Один Второй Проверяем Все углы Развернулись Ну и все остальные элементы Тоже собраны Правильно Баскетбольный мяч Собран При желании Некоторые движения Можно оптимизировать Если вы владеете Сборкой кубика-рубика Что-то можно сделать проще Но я постарался Показать Минимальное количество Алгоритмов Чтобы было легко Даже тем Кто собирает Любые гололомки Впервые Также при желании Сборку можно Усложнить Для этого Начинать надо Не с черного центра Ну с этой фигурой А с какого-нибудь другого К примеру с этого Тогда на верхнем слое Потребуется Ребра Переставлять Менять элементы Местами А для этого Пригодятся Более сложные Алгоритмы Но если Собирать В таком положении Либо с этого Центра Либо с этого То все получится Минимальным Набором Формул Тренируйтесь И все у вас получится А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok